Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 27 февраля. И как обычно мы начинаем с ночи, с тех событий, которые произошли сегодня ночью. Ночь была опять же неспокойная. Враг продолжает свои атаки, они регулярные на сегодняшний день. К сожалению, атаки средствами воздушного нападения нашей страны. И эта ночь не стала исключением. Баллистическими ракетами Искандер-М, либо КН-23, это северокорейские ракеты, из Воронежской области. Враг атаковал четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 воздушного базирования. Одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из временно оккупированной Херсонской области. И 13 ударными беспилотниками типа Шахет. Район пусков беспилотников был, это Приморско-Ахтарск Рашизской Федерации и Курская область. То есть в двух направлений были беспилотники. К отражению этого воздушного нападения была привлечена истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения вооруженных сил Украины, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. В результате этой боевой работы противовоздушной обороны уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 АИ-11 шахедов в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей. Но на этом не закончилась воздушная обстановка за текущие сутки. Сегодня с утра, на момент записи этого видеоролика, два самолета Су-34, два фронтовых бомбардировщика из состава Воздушно-космических сил Рашизской Федерации на восточном участке фронта сбиты. Причем после сбития первого Су-34 командующий Воздушными силами, сообщая об этой новости на страничке Facebook Командования Воздушных сил, сделал такую ремарку. Он написал, что вчера российским пилотам удалось уйти от наших ракет, но так будет не всегда. И вот сегодня две Сушки мы положили, буквально через час пришло известие, что положили еще одну Су-34. Итого сегодня два самолета Су-34, это самые современные российские самолеты, положили на восточном участке фронта. Я так понимаю, сколько будет прилетать, столько будем вложить. Теперь у нас есть такая возможность, и поэтому либо расисты останутся без Су-34, без бомберов своих, либо они прекратят бомбардировки на позиции наших войск. Это как раз Сушки-34 несут основную нагрузку, КАБов несут именно эти Сушки. Их прикрывают истребители Су-35, как правило, но они нас сегодня мало интересуют. В основном нужно ликвидировать бомберы, что мы и делаем. Далее, ну а мы теперь возвращаемся к оперативной обстановке за прошедшие сутки. И у нас ситуация на фронте сложилась следующим образом. За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. То есть, боевая активность со стороны на линии фронта остается стабильной. Всего враг нанес 6 ракетных, 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта. За прошедшие сутки авиационным ударом вражеской авиации подверглись такие области, как Сумская, Харьковская, Донецкая и Запорожская. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 120 населенных пунктов. И это населенные пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Далее пройдемся мы с вами по зонам ответственности оперативно-стратегических групп войск. И первая у нас выступает группа войск Север. Здесь она начинается, зона ответственности начинается с Волынского и Полесского направления, где существенных изменений не произошло. Ситуация остается стабильной и контролируемой с нашей стороны. И мы продолжаем здесь укреплять государственную границу. В инженерном отношении для того, чтобы обезопасить себя от северного врага. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на другие оперативные направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. Мы проводим зеркальные действия, то есть контрдиверсионную борьбу на участке этих оперативных направлений. Наша артиллерия пытается давить огневые средства противника, ведущие огонь по нашей территории. Ну и мы тоже оборудуем в инженерном отношении, оборудуем нашу границу в качестве рубежа обороны. Далее идет у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. Это уже линия фронта. И здесь Купенское направление начинает, открывает эту линию фронта. Здесь противник начал активизировать свою боевую деятельность. То есть от количества атак резко возросло на этом направлении, что в принципе ожидаемо со стороны врага. Мы этого и ожидали, что они попытаются еще раз возобновить наступательные действия или попытки наступательных действий в направлении Купенска. И смотрите, две атаки противника были отражены нашими войсками в районе Ивановка-Табаевка, а еще 20 атак противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. То есть Синьковка, вы помните, что это основной камень преткновения на пути к Купенску. Вот поэтому враг и резко активизировался там. Все-таки решили активизировать это направление. Видимо перегруппировка закончена, группировка сформирована. Новое руководство приступило к работе, потому что они поменяли там штабы, перекинули оперативные направления между штабами. Теперь этим занимается, я так понимаю, группа войск Восток. или на сегодняшний день и командованием на этом оперативном направлении. Поэтому они, собравшись с силами, пытаются двинуться опять в наступление. Далее идет Лиманское направление. Здесь немного снизилась боевая активность, хотя не сильно. Шесть атак было в основном направлении населенного пункта Тернов. Наши войска отбили все атаки. И линия фронта осталась без изменений. На Бахмутском направлении. Здесь силы обороны в основном вели боевые действия в районе населенных пунктов Ивановская и Клещиевка. И противник 9 раз пытался атаковать наши позиции. Но в прошедшие сутки, в отличие от предыдущих, в прошедшие сутки изменений в линии фронта не произошло. Все атаки врага были отбиты. И линия фронта осталась без изменений. Далее идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается она с Авдеевского направления. Здесь, к сожалению, самое худшее у нас положение. Мы отходим, вынуждены отходить. По многим комплексным причинам. Начиная от того, что у нас нет времени закрепиться и оборудовать в инженерном отношении нашей позиции. Здесь нарекания есть к нашим, тем, кто должен этим заниматься. Плюс отсутствие боеприпасов, плюс работа вражеской авиации. Они просто забрасывают кабами наши войска. Мы пытаемся сбивать самолеты. То есть противостояние идет. И в результате получается картина, что атаки противника в районе Бердичев, Орловки, Северного, Первомайского и Невельского. 19 атак было предпринято врагом в попытке оттеснить наши войска. Ну вот, подошли данные по поводу Степнова. В воскресенье были события, то есть позавчера, в районе Степнова. Наши отбили 4 атаки противника на этот населенный пункт. Но, учитывая риски наших войск в этом населенном пункте, было решено село оставить. И когда зашли расисты, они начали закрепляться на западных окраинах этого населенного пункта. Ну а мы приготовили им сюрприз. Наша артиллерия накрыла всю группировку войск расистских, которые зашли в село Степное. Там, где они пытались оборудовать район обороны. Вот такой вот сюрприз приготовили для расистских войск в Степном. Также противник продолжает атаковать Орловку, заходя в само село. Потом возле Тоненького пытается ворваться с севера в этот населенный пункт. Также на западных окрестностях северного расисты производят зачистку руин. То есть там, где они уже присутствуют, там проводится зачистка того, что осталось от этого населенного пункта. На предмет наличия наших войск. Ну, наши войска там уже не находятся. Далее Моренское направление у нас. Силы обороны здесь продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки. И, кстати, там 25 атак предпринято было вражескими войсками в попытке продавить нашу оборону. Ни одна из атак не уменьшалась успехом. Все атаки были отражены. Противник, пронеся потери, откатился на исходные рубежи. Кроме того, наши воины отразили еще 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Победа. На Красногоровку вражисты усилили давление и производят стурмовые действия с двух сторон, как с юга, так и с востока. Но, в принципе, ничего не могут сделать наши войска. Наши войска стоят, держат оборону и наносят довольно серьезный ущерб противнику. А вот в населенном пункте Победа, наоборот, наши войска дали существенный отпор расистам. Те понесли колоссальные потери и откатились на исходные рубежи. После чего не возобновляли попытки атаковать в районе населенного пункта Победа. Так вот прошли предыдущие сутки. Далее у нас идет Новопавловское направление. Здесь враг снова пытался улучшить тактическое положение. Севернее населенного пункта Новодонецкая. Но ситуация осталась без изменений. То есть враг понес потери и не смог изменить линию боевого соприкосновения. Заворожское направление. Тут боевая активность в основном была в районе населенного пункта Работина. Да, там происходят боестолкновения. Враг иногда заходит в населенный пункт. Даже были случаи, когда заезжала бронетехника на окраинах населенного пункта. Но пока там точатся бои, наши войска справляются с этой задачей. И выбивают и бронетехнику, и личный состав вражеский, который заходит в этот населенный пункт. Я вам уже рассказывал. Там называют их мертвая пехота или одноразовая пехота. Так наши военные окрестили рашистов, которые пытаются заехать или ворваться в населенный пункт Работина. Далее у нас остается зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Херсонское направление. Здесь, несмотря на значительные потери, враг продолжает свои попытки выбить наши подразделения с занимаемых позиций на левом берегу. Так, за прошедшие сутки было совершено два безуспешных штурма наших позиций. Мы отбили все штурмы, враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Так что наш плацдарм продолжает сражаться, продолжает наращивать боевые потенциалы. И никакие, кстати, уже успокоились рашистские военкоры в плане того, что они же раструбили, что якобы крынки оставлены нашими войсками. И что все уже зачистка левого берега и плацдарма больше не существует. Нет, плацдарм существует и продолжает перемалывать рашистскую группировку войск. Далее, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по 2 районам личного состава и техники, сосредоточения личного состава техники и вооружений врага. Одному пункту управления войсками, а одной наземной станции управления беспилотниками противника. То есть, был вычислен штаб, где находятся операторы и по нему был нанесен удар. В общей сложности за прошедшие сутки общие потери врага составили в личном составе 850 оккупантов, в технике и вооружении в танках враг потерял 1 танк, боевых бронированных машин 16, артиллерийских систем 16 единиц, беспилотники оперативно-тактического уровня 22 единицы, крылатые ракеты 2 единицы, автомобильной техники 28 единиц и 8 единиц специальной техники. Вот такие потери понес враг за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. И в общем такая-то сложилась военная обстановка на фронте. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политических событиях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. И первое, ну наконец-то, Европейский парламент проголосовал и одобрил. Это все, это уже окончательное, бесповоротное, финальное голосование по выделению нам макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро в рамках программы поддержки нашей страны. Всего, кстати, практически единогласно, там 536 голосов за, 40 голосов против и 39 депутатов Европарламента воздержались. Всего там более 600 депутатов входит в состав Европейского парламента. Ну, я еще раз напомню, чтобы было понятно, что содержит в себе вот эти 50 миллиардов евро. Во-первых, они будут, программа будет действовать, получается, 4 года. С 24-го по 27-й. Кстати, первый транш мы получаем уже на следующей неделе, то есть после 1-го марта. Сразу же мы получаем первый транш в размере, по-моему, 4,5 миллиарда. Так вот, эти деньги можно будет, 38 миллиардов этих денег, это будет направлено на поддержку государственного бюджета, то есть для обеспечения жизнедеятельности нашего государства. Дальше, прямая поддержка государственного бюджета состоит, то есть 38 миллиардов делятся на 33 миллиарда. 5 миллиарда это в форме кредитов, выдает на Европейский союз, и 5 миллиардов в форме грантов, то есть их возвращать 5 миллиардов возвращать не надо. Далее, специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, это 6,90, почти 7 миллиардов евро. Техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, включая полученные ранее, это 4,7 миллиарда евро. Вот такое вот распределение. То есть, фактически, я так понимаю, те проценты, которые были заложены в 33 миллиарда кредитов, которые передаются нам в форме кредитов, их надо будет вернуть, сами 33 миллиарда, а проценты по этим кредитам уже заложены, возврат процентов по этим кредитам уже заложен в эту макрофинансовую помощь. В размере 4,7 миллиарда евро. Либо они будут использованы для выплаты процентов по кредитам, выданным ранее, которые Европейский Союз выдавал нашей стране ранее. Вот такая вот раскладка 50 миллиардов. Далее, парламент Венгрии, ууу, аллилуйя, наконец-то ратифицировал заявку Швецию на вступление в НАТО. Об этом сообщает Reuters. Венгрия оставалась единственной страной НАТО, которая до сих пор не ратифицировала эту заявку. Кстати, ну, видите, Орбан, как всегда, соврал. Почему? Потому что он чуть ли не клятвенно обещал, что Венгрия никогда не станет последней страной, которая ратифицирует заявку Швеции для вступления в НАТО. Венгрия не просто стала последней страной, Венгрия еще постаралась максимально оттянуть дату ратификации этой заявки. И Швеция, которая уже практически год, ну, де-факто является членом НАТО и принимает участие во всех организационных вопросах решений и вопросах повседневной деятельности, и участие в учениях и все остальное. Но де-юре, вот она, Венгрия сделала все, чтобы приложить такие гигантские усилия, чтобы максимально не допускать вступления Швеции в НАТО. Даже Турция и та согласилась почти на три месяца раньше. Далее, Германия передает нам очередной пакет военной помощи, которую для наших вооруженных сил это военно-техническая помощь. И в пакет, в этот пакет включены, как всегда, немцы все по пунктам отчитались, и в этот пакет включены 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, то есть снаряды идут. Да, это капля в море. Сейчас скажут, что это на неделю, потому что если 2000 снарядов в сутки, это на неделю, не более. Но тем не менее, боеприпасы идут. 4 машины разминирования ВИСЕНТ-1, 3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных системы разминирования, материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов, 250 наборов для разминирования, 10 разведывательных беспилотников ВЕКТОР с запасными частями, 22 системы обнаружения и подавления дронов, это против российских дронов, 12 терминалов САД-КОМ, это связь спутниковая, 4 автомобиля для охраны границы, вот такой вот комплект собрали, ну сумму они не указали, поэтому сказать сложно, сколько это стоит, но тем не менее, вот такой комплект собрали немцы и отправили в нашу страну. Далее Франция тоже старается не отставать и Франция поставит 250 тысяч ударных беспилотников для вооруженных сил Украины до конца 2024 года. Об этом сообщил Себастьян Лекорню, это министр обороны Франции. Дроны будут оборудованы осколочными взрывными устройствами по площади и искусственным интеллектом. Они автономны, сами выбирают цель, сами ее идентифицируют, после чего выполняют воздушный подрыв. Об этом сообщил сам министр обороны Франции в интервью одному западному изданию. Ну и надо отметить вчерашнюю конференцию в Париже, это довольно важное событие, президент Франции Эммануэль Макрон собрал конференцию европейских лидеров, которая направлена была, цель этой конференции это укрепление поддержки Украины со стороны Запада. И главное из его заявлений на этой конференции первое, будет создана новая коалиция для поставок ракет и бомб средней и большой дальности в Украине. Пока еще, ну я думаю в ближайшее время мы узнаем, кто войдет в эту коалицию, кто будет поставлять ракеты и бомбы. Кстати, сама Франция 50 бомб ежемесячно нам поставляет, планирующих бомб для нашей авиации. Ну и еще плюс Франция дает ракеты Скалп и Великобритания дает ракеты Шторм Шэдоу. К сожалению, Германия выпадает пока из этой коалиции, точнее из этого списка. Олаф Шольц заявил, что он против поставок нам вот этой вот баллистической крылатой ракеты Таурус с дальностью пуска 560 километров. Далее, президент Франции заявил, что нельзя исключать в будущем отправки западных войск в Украину. Но на данный момент нет консенсуса по этому вопросу. Тут, кстати, интересно сказано, тоже все схватились, все, приедут западные войска, уже даже Кремль испугался и быстро Песков там начал рассказывать страхи и ужасы, что этого делать ни в коем случае нельзя. Но тут сказано в будущем. Когда это будущее наступит, сказать очень трудно. Это будет до окончания, до нашей примоги в этой войне или после нее, сказать очень трудно. Но, тем не менее, такой вопрос поднимается. Я предположил, высказал предположение, что в конечном итоге Вторая мировая война показывает нам по своему опыту, что в конечном итоге союзники вынуждены были открывать второй фронт для того, чтобы ускорить поражение гитлеровской армии. И, соответственно, чем черт не шутит, может быть аналогия точно такая же. А может быть контингент будет введен после окончания войны для того, чтобы на переходный период гарантии безопасности, да, они вроде как нам обещают. Так вот, чтобы не было попыток со стороны Рашидской Федерации на переходный период до вступления Украины в НАТО ввести, допустим, экспедиционный корпус и поставить его вдоль границы. В качестве миротворца. Вполне возможно, третья сторона заходит и выполняет функцию разделителя противоборствующих сторон. Есть такой вид операции, кстати, в миротворческой миссии ООН. Далее, западные партнеры Украины намерены рассмотреть возможность привлечения третьих стран для снабжения боеприпасами для Украины, заявил французский лидер. Тоже надо сказать, слава богу, наконец-то. МНЛ Макрон, который наложил вето на использование европейских денег, денег Евросоюза за пределами Евросоюза для покупки и транспортировки боеприпасов в Украину от третьих стран. Сейчас видите возможность привлечения третьих стран. И мы знаем, что идут переговоры с несколькими странами, с Турцией, Индией, с Южной Кореей о поставке боеприпасов в Украину. С кем договорятся, кто будет поставлять, время покажет. Но сейчас переговоры ведутся. А вот премьер-министр Чехии Петр Фиала, выступая после встречи в Париже, сказал, что около 15 стран проявили интерес к инициативе, сосредоточенной на поиске срочно необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины на мировых рынках. То есть, видите, как минимум 15 стран будут принимать участие в поисках и закупке боеприпасов для нашей армии на мировых рынках. Кстати, мы не составляем конкуренцию, потому что, слава богу, мы перешли на стандарты НАТО. И у нас основной калибр 155 мм плюс 105 мм. Ну, 122-й остается, 152-й тоже пока остается, по мере, почему бы не использовать, потому как системы артиллерийские стрелять еще могут, запас на стрелы у этих орудий еще есть, поэтому мы можем их эксплуатировать. Далее, Нидерланды уже объявили о выделении 100 млн евро на закупку боеприпасов для Киева, то есть, это они дают на эти внешние закупки. Вот. И, как финализировав свое выступление на этом саммите в Париже, Эммануэль Макрон сказал, мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Об этом заявил Эммануэль Макрон. А вот премьер-министр Дании, она заявила о том, что Европа должна избежать ошибок 1930-х годов, то есть, 20-го столетия, и активизировать, и расширить свою оборонную промышленность для сдерживания Российской Федерации. И она сказала, я вижу более агрессивную Россию во всех аспектах, не только в Украине. И я думаю, что мы должны спросить себя, является ли Украина конечным пунктом назначения для России? Это ли только часть того, чего они хотят достичь, снова строя великую Россию? Сказала премьер-министр Дании. То есть, есть понимание, слава богу, оно есть, и я думаю, что Запад будет стремиться именно к сдерживанию России. А главным инструментом сдерживания России, ну, конечно же, на сегодняшний день является наша страна. Ну, и мы можем, таким образом, можем получить все необходимое, которое нам нужно на сегодняшний день для перевооружения нашей армии и достижения победы над таким врагом, как Российская Федерация. И еще пару новостей из-за поребрика очень интересных. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода. С 1 марта, буквально, вот, резко, даже без раскачки, с 1 марта 2024 года Российская Федерация прекращает экспорт бензина. За исключением, под этот запрет не попадают долгосрочные контракты поставки топлива в страны Европейско-Азиатское экономическое сообщество, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Все остальное попадает под запрет. И топливо отправлять на экспорт будет с 1 марта запрещено. Кроме вот этих долгосрочных контрактов. А внутри они собираются увеличить норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Вот, кстати, очень радуют такие, это говорит о дефиците дизельного топлива на рынке и вообще на дефиците бензина. Война сжирает очень много. Такую полумиллионную группировку с таким количеством техники надо чем-то постоянно заправлять. Вот отсюда и такие решения. Но это только начало. Это только начало, потому что мы же будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы прорежать возможности нефтеперегонной отрасли РФ по производству этих бензинов. Далее, скажем, такой интересный такой уже факт состоявшийся. Дело в том, что в РФ никак не отреагировали на вторую годовщину вторжения российских войск в Украину. То есть, они умолчали о начале так называемой специальной военной операции, как они называют войну против нашей страны, против Украины. Такое впечатление, что ее вообще нет. Российские чиновники, государственные СМИ в основном воздержались от публичного обсуждения двухлетней годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Вероятно, пытаясь избежать обсуждения неспособности расистов достичь заявленных ею военных целей, ценой значительных человеческих жертв. Российское оппозиционное издание Агентства новости сообщило 25 февраля, что российские государственные телеканалы «Россия-1» и «Первый канал», а также телеканал НТВ, принадлежащий «Газпром-Медиа», не упомянули двухлетнюю годовщину начала полномасштабного вторжения расистов в Украину. Вот так вот, тихо, скромно, умалчивая о событиях, которые происходят в Рашистской Федерации, на России, 24 числа никто не упомянул. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет реорганизация военной структуры Рашистской Федерации. Видимо, Путин такое впечатление, что ждал специально, когда же Швецию официально примут в НАТО, ратифицируют, и НАТО станет уже полноценной организацией без таких висячих членов в подвешенном состоянии. Так вот, президент Рашистской Федерации подписал 26 февраля, то бишь вчера, подписал два указа, которые официально восстанавливают московский, так, начнем с того, что они расформировывают западный военный округ, и восстанавливают московский военный округ и ленинградский военный округ, закрепляя основные усилия по реструктуризации и реформированию российской армии. Путин также подписал указ, который лишает Северный флот РФИ статуса межвидовой стратегической территориальной организации, объединенный штаб на западном военном языке, и передает земли Северо-Западного федерального округа, ранее находившегося под командованием Северного флота, вновь сформированному ленинградскому военному округу. Путин, то есть, о чем это говорит, что они, если раньше флот был самостоятельной боевой единицей Северной, то теперь с расформированием Западного военного округа, формированием Ленинградского военного округа, Северный флот вместе с Балтийским, я так понимаю, вошел в состав Ленинградского военного округа. Это будет единый военный организм с одним органом управления, штабом Ленинградского военного округа. Далее, второй указ формально восстановил Дальневосточный военный округ и Московский военный округ. Второй указ также включает оккупированную часть Украины в состав Южного военного округа. В частности, включая всю Херсонскую область, всю Запорожскую, Донецкую и Луганскую. А также Крым, который был частью Южного военного округа с 2014 года. А не только части, в настоящее время находящиеся под российской оккупацией. То есть, они заранее всю территорию этих областей, в административных границах, имеется ввиду особенно... Ну, всех четырех они не вышли на границы областей, ни в одной из этих, из указанных выше. То есть, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская. Они не 100% оккупированы российскими войсками. Но уже 100% входят в Южный военный округ, по мнению Путина. Или человека, на него похожи. Так что, вот такие вот события военные. В принципе, с точки зрения военного деления, скажу, что они возвращаются к старой... Видимо, возвращаются к старой советской военной доктрине противостояния с НАТО. То есть, Ленинградский военный округ будет направлен против Финляндии и Норвегии. То есть, скандинавского полуострова и региона. Московский военный округ, это будет Польша. Я Белоруссию не беру. Будем считать, что Белоруссия входит в состав Московского военного округа. Тем более, что они уже давно объединили систему ПВО. Они уже объединили систему погранслужбы. И вполне возможно, что в ближайшее время, все-таки, никуда Белоруссии уже не деться, я так понимаю. Они поглотят... Россия поглотит Белоруссию и включит ее в состав союзного государства. Поэтому считаем, что польское направление это через Белоруссию, Московский военный округ. Ну и наша страна это... Наша страна это Южный военный округ. И за исключением надо будет посмотреть, где будет проходить граница между Южными и Московскими военными округами. Поэтому часть нашей страны может попасть под угрозу со стороны Московского военного округа. Вот такое вот новое деление, ну карту вы видите, вот такое новое деление Рашидской Федерации на сегодняшний день принято в РФИ.